О британской актрисе Эмме Уотсон в последнее время ничего не слышно. Она исчезла из социальных сетей, не замечена на съемках нового кино. Она давно перестала заниматься общественными проектами, которым всегда посвящала большое количество своего времени и сил. Стали поговаривать, что Эмма хочет завершить карьеру актрисы и обзавестись семьей. Вполне возможно, что Эмма Уотсон просто устала, ведь ее актерская карьера стартовала в 2000 году на съемках одного из самых популярных фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Актрисе тогда было 10 лет. На протяжении семи фильмов Эмма Уотсон воплощала на экране юную волшебницу Гермиону Грейнджер. Съемки фильмов о Гарри Поттере растянулись на 10 лет. Эмма взрослела вместе со своей героиней на глазах миллионов поклонников фильмов о Гарри Поттере. Не мудрено, что пристальное внимание со стороны поклонников и журналистов стало ей в тягость. Эмма не раз признавалась, что хочет вести обычную жизнь и иметь возможность делать то, что делают молодые люди ее возраста. Без опасений, что каждый ее шаг будет обсуждаться в прессе. С юных лет актриса демонстрировала окружающим несвойственную для 10-летней девочки зрелость и серьезность. Эмма, как и ее героиня Гермиона, всегда обожала читать и учиться чему-то новому. Повзрослев, она стала интересоваться вопросами благотворительности, помощи нуждающимся. Актриса активно искала способ помочь людям и сделать этот мир лучше. Эти стремления привели ее к тому, что она стала послом доброй воли в Организации Объединенных Наций и лицом компании Движения за равенство полов. Актриса настолько глубоко погрузилась в свою общественную деятельность, реализуя возложенные на нее обязательства, что ей стало попросту не хватать времени на свою личную жизнь и карьеру в кино. Так, после финансово успешного, но разгромленного критиками выхода фильма «Красавица и чудовище» в 2017 году за роль, в котором актриса получила рекордные 15 миллионов долларов и ее роли в экранизации романа «Луиза Мэй Олкотт. Маленькие женщины» 2019 года, критики в адрес актрисы только прибавилось. Коллеги актрисы по фильму, Серша Ронан и Флоренс Бью, были номинированы за работу в этом фильме на Оскар, в то время как саму Эмму только критиковали и намекали на то, что в тандеме со своими коллегами она явно уступает в актерском таланте. Возможно, сказался стресс и усталость, и актриса просто решила отдохнуть. Поклонники стали беспокоиться, когда в сети появилась информация о том, что Эмма решила уйти из профессии. Сама актриса на связь не выходила, не отвечала на многочисленные вопросы, которые писали ей фанаты в социальных сетях. Развеять слухи и пролить свет на данную ситуацию было поручено менеджеру актрисы, которая заверила, что Эмма не уйдет из кино навсегда. Известно, что в данный момент актриса встречается с бизнесменом Лео Робинтоном, и они стараются всячески защищать свои отношения от назойливых папарацций. Британское издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщило своим читателям о том, что актриса решила приостановить свою карьеру, чтобы больше внимания уделять личной жизни. Поклонники восприняли эту новость очень эмоционально и буквально попрощались с актрисой и ее карьерой в социальных сетях. Но менеджер актрисы уверяет, что Эмма не планирует навсегда прощаться с актерской профессией. Ну что же, учитывая то, что актриса начала работать 10 лет, и уже более 20 лет она посвятила кино, она со спокойной совестью может позволить себе отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Что думаете на этот счет? Делитесь в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, дайте знать лайком. И до встречи в следующих публикациях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok